И снова здравствуйте! Наконец-то я подхожу к концу сбора обещанной информации о правильном питании для собак. Ребята, я перечитала огромное количество литературы на эту тему. Да, кто со мной мало знаком или просто подзабыл, хочу напомнить информацию, я черпаю из профессиональных источников, а не на страничках домохозяек. В видео номер три в этой подборке, или еще называется плейлист, я уже начала обсуждение этой темы. Видео называется «Питание и иммунитет». Ссылку я помещу сверху. Кто не смотрел, хочу всех в обязательном порядке послать туда. Там точка отсчета. Остальные же усаживайтесь поудобнее. Тема требует некоторого внимания. В двух словах ее не донести, но и в формате диссертации тоже не будет. Я просто пройдусь по всем значимым аспектам. Итак, откуда у проблемы растут ноги, мы с вами уже выяснили. Это передозировка вакцинами. В этой части давайте поговорим о самом питании. Так вот, чем, как, сколько и когда кормить щенка или взрослую собаку. Давайте сначала про чем. Примитивно выражаясь, тысячелетиями мы кормили собак тем, что ели и сами. И процент смертности от того, из-за чего они сдыхают сегодня, был равен почти нулю. Это, между прочим, общеизвестный исторический факт. Но не забываем, что мы ели раньше. Сейчас это модно называется натуральные продукты. Это очень важная деталь. Поэтому собак кормим не тем, что мы едим сегодня, а натуральными продуктами. За исключением коротенького списка, но о нем чуть позже. Я обязательно расскажу, чем можно кормить собаку, а чем не рекомендуется. Но сначала я хочу поделиться с вами другими немаловажными фактами. Оказывается, у собак, как и у людей, существует, грубо говоря, два вида генетического набора. Геном и эпигеном. Если на первую группу повлиять невозможно, например, если вы купили таксу, то из нее никогда не вырастет овчарка. А вот на состояние клеток второй группы мы имеем непосредственное влияние. Независимо от генетики, многое в здоровье наших питомцев, кстати, и в нашем с вами собственном здоровье, мы тоже можем многое изменить. Итак, существуют общие рекомендации по питанию собак. Хотя все мы понимаем, что наши жучки и шарики живут в разных и климатических, и финансовых условиях. Уже не говоря о возрастных категориях. То ли это щенок, то ли это взрослая собака, то ли собака, так сказать, в пожилом возрасте. Для беременных и кормящих мамочек тоже есть свои отклонения в меню. Да и разные породы имеют различные нужды. Но не будем впадать в панику. На основании последних исследований ученые выявили несколько групп продуктов, которые могут входить в рацион собак. Да, и по поводу теории только мясо, только мясо. Естественно, белок в форме мяса является основным питательным элементом для собак. Но его состав ограничен. Поэтому кормление одним мясом считается недостаточно сбалансированным питанием. Продукты из ниже перечисленных групп, которыми мы разбавим этот белок, в ветеринарии и называется сбалансированное питание. Вокруг которого, кстати, столько споров. Вы знаете, когда умирала моя собака, я засыпала за компьютером сутками, изучая последнее исследование по вопросу, как же все-таки правильно кормить собаку. И докопалась собаку свою, правда, я потеряла, потому что сильно поздно спохватилась. Но, может, мне удастся достучаться хотя бы до некоторых из вас, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Потому что я тоже думала, что у нас все хорошо. Как некоторые сегодня говорят, все шло по плану. А потом раз, и собаки нет. Извините, сегодня как-то не могу отпустить. Итак, первая и основная группа продуктов – это функциональные продукты. Функциональные продукты – это продукты, в которых содержатся определенные растительные вещества, аминокислоты и витамины, которые включают экспрессию генов для борьбы с болезнями, если такие имеются. Если же собака здорова, то питание этими продуктами обеспечивает ей поддержание здоровья. Так вот, эти функциональные продукты делятся на три основные категории – углеводы, белки и жиры. Давайте рассмотрим их по очереди. Да, некоторые придерживаются мнения, что углеводы не должны присутствовать в собачьем питании. Да, действительно, углеводы не являются важным питательным веществом. Но некоторые из них содержат, ну, очень полезные витамины, минералы и фитонутриенты. И добавление их в умеренных количествах способствует оптимальному здоровью клеток и имеют противовоспалительные, противораковые и другие волшебные свойства. Пожалуйста, услышьте меня. Список таких углеводов на экране, а также внизу в описании под видео на русском и на английском. Но из-за высокого содержания ксалатов углеводы из этого списка собакам давать не рекомендуют. Это шпинат, свекольная ботва и мангольд. Теперь список белков. Белок, как мы уже и говорили, является основным питательным элементом. Кстати, собакам необходимо 22 различные аминокислоты. 12 из них организм может вырабатывать самостоятельно, а остальные 10 – это, так сказать, незаменимые аминокислоты, которые должны поступать только с писчей. Поэтому продукты из этого списка должны составлять львиную долю рациона собаки. Итак, это первое – мясо и внутренние органы. Бизон, буйвол, утка, коза, свинина, кролик, индейка, оленина, говядина, курица и баранина. Да-да, я знаю, бизон, буйвол, но все мои русскоязычные расползлись по всему миру. Я знаю, меня смотрят и в Австралии, и в Канаде, и в Китае, и даже в Африке. Поэтому мясо из этого списка выбираем то, что более доступно в вашем регионе. Вот и всё. Второе – рыба с низким содержанием ртути. Это сардины, лосось, минтай и сом. Третье – яйца, также являются отличным источником белка. И четвертое – молочные продукты. Сыр и йогурт из козьего или овечьего молока, не из коровьего. Потому что большая часть современного коровьего молока, ну, во всяком случае, у нас содержит бета-козеин А1. Это аномальный белок, связанный с целым рядом аутоиммунных заболеваний. Коровье молоко также высоко антигенно для собак. Поэтому продукты из козьего и овечьего молока будут лучшим выбором. А в подтверждение своих слов я оставлю ссылку внизу. На сей раз на книгу про бета-козеин А1. Очень рекомендую тем, кто владеет английским. Не пожалеете. Да, и по поводу нашего мяса, вернее, его качества. Чтобы дать вам представление о том, чем у нас сегодня кормят скот, мясо, которого попадает в продажу для людей, я оставлю ссылку внизу. Эти ингредиенты, на секундочку, одобрены службами, которые, по идее, должны следить за нашим здоровьем. Еще не рекомендуется давать креветки и моллюски, а также рыбу с высоким содержанием ртути. Это тунец, королевская скумбрия, кафельная рыба, акула и рыба-меч. И третья категория. Масла и жиры. Эта категория снабжает собак наиболее концентрированной и усваиваемой формой энергии. Эта категория содержит важные незаменимые жирные кислоты, играет важную роль в усвоении жирорастворимых витаминов и способствует здоровой нервной системе. Поскольку жир обладает высокой энергетической плотностью, имейте в виду, что чем выше процент жира в рационе вашей собаки, тем больше калорий она будет потреблять. Ограничьте потребление жиров у собак с избыточным весом или собак с такими заболеваниями, как панкреатит. Вот список этих продуктов. Первое. Куриный или бараний жир. Второе. Жиры из мяса и рыбы из вышеперечисленных животных и морских обитателей. И третье. Масла. Рыбий жир, кокосовое масло, конопляное, оливковое, масло примулы, масло семян тыквы, масло огуречника и подсолнечное масло. Пожалуйста, обратите внимание, масло должно быть только прессованное. Вот и всё. В этом списке достаточно продуктов, чтобы разнообразить питание наших мальчиков и девочек. Теперь, помимо функциональных продуктов, существуют ещё и, так сказать, суперпродукты. Продукты, попавшие в этот список, по своим целебным свойствам стоят на порядок выше функциональных продуктов. То есть это своего рода высокопитательные биологические добавки, ну типа витамины, которые желательно, очень желательно добавлять нашим деткам в еду. Список на экране, а также внизу в описании под видео. И на русском, и на английском. Об этих продуктах мы также подробнее поговорим и в следующем видео. Ну и обещанный список продуктов, которые либо токсичны, либо не рекомендуют для собак. Это алкоголь, шоколад, цитрусовые, кофе, чай, кока-кола, виноград и изюм, грибы, за исключением лечебных, орехи, особенно макадамия, лук, чеснок можно, но в небольших количествах, клубника, ксилитол, искусственный подсластитель, очень популярный, читайте ингредиенты, мускатный орех и острый перец. Ребята, вступать в дискуссии по поводу подтверждения этих фактов я не стану. Детальная проверка такой информации занимает очень много времени. Нужно не только найти эти исследования, а и навести справки о том, кто стоит за этим, и какие организации заинтересованы в результатах. У нас очень много коррупции. Поэтому прислушаться или проигнорировать этот список – ваши права. Я же полностью доверяю источнику, с которого взяла эту информацию. Поэтому на всякий случай эти продукты Мишке я просто не даю. Ну вот, мамочки и папочки, в этом видео я показала вам общие списки продуктов трех основных групп. Это функциональные продукты, суперпродукты и токсичные продукты. Эти продукты составляют базовую основу в рационе собак. Но переведя свою собачку на такое питание, я не получила желаемого результата, то бишь здоровую собачку. Мишка начал чесаться, и появилась сыпь. Казалось бы, я же все делаю правильно. «Шо ж такое-то?» А вот про это самое «Что ж такое-то?» вам обязательно нужно послушать. Да, и тема питания еще не до конца раскрыта. Значит, я не прощаюсь. До скорого! До скорого! Продолжение следует...